Здравствуйте! Вы смотрите новости Осетии в студии Лесоха Балова и коротко о главном к этому часу. Таким мероприятием мы стараемся сохранить и донести до молодого поколения, как важно и нужно чтить историю нашей страны. Акция «Сад памяти» стартовала в Северной Осетии. Первыми к эстафете присоединились в лесном фонде «Старая Батако». Там сегодня высадили две тысячи саженцев ореха. Метро-85 свой юбилей сегодня празднует Владимир Дудиев, легенда остинского телевидения. В республике реализуется совместный проект Владикавказского политехнического техникума и школ. Учеников знакомят со столярным делом. В этот раз мастер-класс провели учащимся Аланской гимназии. Сергей Минейло принял участие в мероприятии по вопросам проведения референдума в Южной Осетии. Кроме того, в Цхинвал прибыли сенатор от Северной Осетии в Совете Федерации Таймурас Мамсуров, депутаты Госдумы Артур Таймазов, Зураб Макиев и Казбек Тайсаев, а также заместитель председателя парламента Северной Осетии Аслан Бегутнов. На встрече также присутствовали глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и председатель парламента Карачаево-Черкесской республики Александр Иванов. Рабочая встреча состоялась в здании администрации, затем делегации перешли в Юго-Осетинский государственный драматический театр. К жителям и гостям республики обратился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Мы должны понимать, никто не скажет нам, что будет завтра. Это будущее мы должны обеспечить сами. Я всю свою политическую жизнь положил на объединение разъеленного осетинского народа в составе Российской Федерации. Пользуясь фундаментом, который заложили наши президенты и первые руководители нашего государства. Важно, чтобы к легитимности процедуры не было никаких вопросов. Вчера мы получили свидетельство о регистрации группы. Сейчас запущен сбор подписей в поддержку референдума. Нам нужно получить 2000 подписей по закону. Но мы соберем гораздо больше. Мы должны показать всему миру, что народ Южной Осетии за вхождение в состав России. Дорогие друзья, сегодня мы стоим на пороге большого исторического события. Мы не просто его свидетели. Мы с вами прямо здесь и прямо сейчас вершим историю. Южной Осетии быть в составе Российской Федерации. Кроме того, к присутствующим обратился экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойте. Также зачитали приветствия Людвига Чибирова и Леонида Тибилова, которые руководили республикой в разные годы. Собравшихся поприветствовал глава Северной Осетии Сергей Минело. Мы один народ, у нас одни многовековые корни, у нас одна история, у нас одни традиции и обычаи. И как бы история не складывалась, как бы то, кого не разделяло границами, мы между собой никогда граница техничества. У нас хорошее взаимоотношение, родственные связи, дружеские связи. Северная Осетия рассмотрит инвестиционные проекты. В сфере ЖКХ и здравоохранения премьер Борис Жанев провел совещание с участием инвесторов, представителей госкорпорации «Хелс Агент». Речь шла о перспективах сотрудничества Северной Осетии и компании. Она на правах государственно-частного партнерства готова реализовать в республике сразу несколько взаимовыгодных проектов. Предложения касаются программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры республики до 2030 года, а также совершенствования системы здравоохранения. Инвесторы предлагают создать современный региональный сосудистый центр на базе РКБ. Есть различные предложения различного уровня, и их очень много. Каждый хочет участвовать в закупках, каждый хочет участвовать в каких-то программах, в каких-то предложениях, но в любом случае здесь самое главное – качественный, правильный результат. Поэтому совместно с Министерством здравоохранения республики все предложения будут рассмотрены, оценены, взвешены, будут представлены для решения руководителю республики. Международная акция «Сад памяти» стартовала в России. Миллионы деревьев ежегодно высаживают в память погибших во время Великой Отечественной войны. Участие может принять любой желающий. В Северной Осетии эстафету первыми приняли в лесном фонде Старого Батако. Продолжить тему Алина Цгоева. Надеюсь, что он приживется и будет приносить достаточное количество ореха. Лесной фонд Старого Батако принимает эстафету первым в республике 2000 саженцев орехов. Во имя тех, кто погиб, великую отечественную. Символ жизни и связи поколений. Миллионное дерево сада памяти на знаковом для Осетии месте. Это единственное село в нашем регионе, из которого вышли сразу три героя Советского Союза. И Саплив Константин Ходов и Георгий Бзаров, которые внесли, конечно, особый вклад в борьбу с фашизмом. Кроме того, из Старого Батако было мобилизовано 250 человек. 137 из них не вернулись с войны. Деревья высаживают волонтеры, школьники и студенты. Кто-то знает о войне из учебников. У кого-то в семье ветераны, как у Аланы Акцаевой, пришла с сыном ради деда. Дед тоже участник Великой Отечественной войны. Он был медиком. И поэтому мы здесь поддерживаем всех. Масштабная акция, как и в прошлом году, стартовала в Крыму, потом на Кубани и теперь у нас на Кавказе. Осетия эстафету передала Айдагея и Карачаева Черкесии. И так до каждого региона страны. До 22 июня высадят 27 миллионов саженцев акций. А еще одна возможность – лучше узнать историю. Мы не просто сажаем деревья, но мы вносим какую-то свою историческую память. И таким мероприятием мы стараемся сохранить и донести до молодого поколения, как важно и нужно чтить историю нашей страны. К волонтерам присоединился и глава Министерства природных ресурсов и экологии республики. Он тоже помогал ребятам, а заодно отметил, что сады памяти появляются в разных городах и регионах. Акция, которая охватила всю Россию, давно вышла за ее пределы, потому что значимость той победы помнят и чтят. Столько молодежи участвовали в сегодняшней акции. В любом случае это воспитание, в любом случае это патриотическое чувство, которое у них здесь возникает. Вот посмотрите, школьники, которые 6-7 класс, сегодня студенты активно принимают участие в этом. И глядя на то, что, и слушая то, о чем мы сегодня говорим, естественно, они впитывают это в себя. И надеюсь, что в будущем с них вырастут достойные граждане Российской Федерации. В Старом Батако появится целый лесной массив через 8 лет. Ровно столько нужно деревьям, чтобы вырасти в свою максимальную высоту. И работа по высадке этих, пусть внешне небольших, но целых саженцев победы настолько вдохновила ребят, что под конец они спели «Катюшу» хором. Каштаны, акации, дубы – ту самую победную сирень сажают с 2020 года. В этом акция стартует в третий раз в еще большем масштабе. В год 80-летия битвы за Москву, начала Сталинградской битвы и битвы за Кавказ. Алина Сгоева, Заур Кудзаев, Новости Осетии. Свой юбилей сегодня празднует Владимир Дудиев. С 85-летием его поздравил глава республики Сергей Минейло. Он отметил, к этому юбилею вы подошли с багажом высоких профессиональных достижений, созидательных дел во благо родной республики и, пожалуй, главное – искренней любовью и заслуженным уважением земляков. Без преувеличения вас можно назвать человеком-легендой и культурной гордостью Северной Осетии. Сергей Минейло подчеркнул, что Северо-Астинское телевидение, его становление и развитие неразрывно связаны с именем Владимира Дудиева. Он был и остается его лицом и голосом, эталоном дикторского мастерства, преданности своему делу и достойным примером для молодых коллег. Головарь республики поблагодарил за все годы добросовестного и плодотворного труда и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, творческой активности и благополучия. Легенда осинского телевидения – яркий пример для подражания и всеобщей любимец. За плечами Владимира Дудиева 60 лет в профессии и целые поколения благодарных учеников. О его добром сердце, отзывчивости и профессионализме говорят все коллеги. Подробнее об истории любви к телевидению длиной в жизни в сюжете Алины Сгоевой. За его плечами сотни эфиров, а страницы написанных новостей считляются тысячами всегда яркое и теплое приветствие зрителям, совершенно открытое людям сердце. Подарили ему всенародную любовь и сделали мэтром гостинского телевидения. Экран – удивительное явление. Вот на экране ничего не заскрыть, никакие свои качества не скроешь. Как не пышешься, а все равно они тебя выдадут, высветят. Поэтому он и стал таким любимцем всей Осетии, что он человек чистый. С чистой душой. И я ему желаю, от души желаю, чтобы он еще долгие годы был с нами. Чтобы мы его видели и на экране слышали его голос. Его хочется называть Вова Володя, но никак не Владимир Дзамбулатович. И дело тут совсем не в субординации. Просто он родной всем нам. И вряд ли во время кастинга на ведущего еще тогда, в 62-м, он мог представить, что станет целой эпохой. Их дуэт с Зимфирой Куловой моментально стал легендарным. Сдержанные, а где-то даже строгие в эфире дикторы за кадром не упускали возможность подшутить друг на другом. У меня к нему отношение как к сестры, к старшему брату. Потому что он был и моим учителем с незабвенным-то султаном Мамсуровым. И так много они мне дали знаний. Так много они мне дали ощущение какое-то братства. Что до сих пор я не могу относиться к нему иначе, как к своему брату. Могу его пожурить. Наверное, никто не смеет с ним разговаривать. Так как я Владимиру Дудеву, я хочу пожелать, чтобы еще очень долгое время я ему звонила, мы встречались. И чтобы я его подкалывала, довольно часто это происходит. И чтобы он так заразительно смеялся, как умеет смеяться только он. К русским и остинским текстам на телевидении он крайне требователен, но еще больше всегда спрашивал себя. Закалка учить тексты эфиров до каждой запятой оттачивались во времена, когда телесуфлеров еще не было. Любой материал и при современном оборудовании он все равно проговаривал по памяти. Вова вел новости и где-то запнулся. Как он расстроился. Как? Володя, ну что ты так расстраиваешься? Юра, тебе можно еще ошибаться. Мне нельзя. И я понял, вот что за профессионал, какой подход у него был. С тех пор, конечно, многое изменилось. Технический прогресс на телевидении, новые лица отечественного ТВ. А он все тот же призывает молодых журналистов пробовать и ошибаться, лишь бы не стояли на месте. И кого из его учеников не спросишь, говорят, с младшими коллегами и даже некогда новичками он всегда общался на равных. Никогда, ни один раз я не помню вот такого случая, что Володя Дудеев позволил себе как-то вот с высоты своего опыта, с высоты своих лет как-то вот снисходительно к нам относиться. Ну не было этого. Он научил меня ценить слово, он научил меня ценить зрителя, он научил меня любить свою работу. Ведущему должен быть по силам любой текст. Так он говорил тогда, так считает и сейчас. Но приоритетным все равно для него всегда оставались люди. Удивительно мягкий, тактичный, деликатный человек, который любит дарить тепло своей души и даже какие-то мелкие-мелкие подарочки. То есть, к примеру, перед эфиром он мог, не знаю секрет это или нет, мог подарить шоколадочку. Жанна, просто тебе для настроения. Другое дело, что мы не употребляли шоколад перед эфиром, чтобы это не влияло на голосоизвлечение. Ну вот он такой вот, как папа. В кругу друзей, естественно, коллег Дудеев известен своим умением слушать и ненавязчиво давать советы. И они не устают повторять евростенское телевидение, как космос, у которого есть свой Гагарин Владимир Дудеев. Эта фраза такая точная, такая правильная. Алина Цгоева, Игорь Войцеховский, Новости Осетии. Председатель комитета Северной Осетии по туризму Заурбек Котзаев освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Миняйло. Напомним, Заурбек Котзаев с 2018 года исполнял обязанности председателя комитета по туризму республики. А в апреле 2022 года избавился от приставки в Рио. Первые 10 жителей Луганской и Донецкой народных республик трудоустроили в Северной Осетии. Об этом рассказала заместитель председателя комитета республики по занятости населения Элла Авакова. По ее словам, жители Донбасса трудоустроили в пунктах временного размещения, где они сейчас находятся. Желание работать выразили 12 из 98 беженцев трудоспособного возраста. В ведомстве отметили, продолжат работу в данном направлении. Уже сформирован список вакансий. 14 работодателей предоставили 202 рабочих мест. Напомним, сейчас в Северной Осетии находятся 329 вынужденных преселенцев из ДНР и ЛНР. Из них 190 дети. Восемь человек в Томиске. Один человек оформлен, принят на работу в санатории «Юность». В санатории «Осетия» пока таких возможностей нет. Мы мониторим ежедневно. Списки у нас есть. С Минтрудом организовано оперативное взаимодействие. Они сразу нам предоставляют списки людей, которые прибыли. И вот буквально со вчерашнего дня еще появились желающие, которые хотели бы работать. Чем мы можем помочь? Мы готовы. Мы в этом процессе буквально оперативно. На базе Владикавказского политехнического техникума проходят уроки технологии для школьников. Ребята обучают столярному делу, рассказывают об особенностях и всех этапах работы с деревом. В этот раз мастер-класс провели учащимся Аланской гимназии. Подробнее об успехах юных мастеров в сюжете Дзера Соколоевой. Ни в коем случае нельзя следа пилить и за линией. А еще важно правильно держать пилу и саму дощечку в руках, чтобы вырезать строго по линии разметки. Иначе соединение для ножек будущего стула может не получиться. Ребята внимательно слушают и наблюдают за действиями педагога. А спустя несколько таких занятий уже сами могут повторить. Знания, которые я получил здесь, я применяю дома, когда что-то дома требуется в том, чтобы починили. Я починил два стула и ножка от сала. Вид, структура и даже сушка. Перед тем, как приступить к разметке и испиливанию дощечек, ребятам рассказывают всю о свойствах дерева. Педагог Иван Авдеашвили обучает детей столярному мастерству уже 68 лет. Работать с подрастающим поколением для него удовольствие и большая радость. Первые результаты учеников всегда показывает с гордостью. Он сделал гнездо, а сегодня сейчас он сделал щип. Вот смотрите. Вот. Идеально. Заинтересованность. Понимаете, вот они хотят, и они работают, и результат. Занятия проходят каждую неделю. Здесь есть все необходимое оборудование, а главное – возможность практиковаться. Помимо этого, это их уже наталкивает на выбор будущей профессии. И я думаю, что многие из этих ребят по окончании девятого класса все-таки придут к нам и станут нашими студентами. Такие договоры заключили еще с несколькими школами республики. А уже со следующего учебного года направление планируют расширять. Премьерный показ документального фильма «Битва за Кавказ» состоялся в Сугу. Это одна из картин телевизионного проекта «Тропами Алании», которые реализуются по госпрограмме «Национально-культурное развитие осенского народа». Фильм снят совместно Комитетом по делам печати и массовых коммуникаций и киностудии «Ярче». Основной посыл ленты на примере героев Великой Отечественной войны – показать молодежи, каким должен быть настоящий человек, как строится его внутренняя идеологическая составляющая. Студенты физико-технического факультета Сугу поговорили с авторами фильма. Сезон этого года связан с героями Великой Отечественной войны именно по сути даты 80-летия битвы за Кавказ. Мы надеемся, что этим фильмом мы открываем эту знаменательную летопись празднования этой даты. И уверены, что в контексте сегодняшней геополитической ситуации это приобретает совершенно иное звучание. Так как мужество и патриотизм, которые проявляли наши предки, защищая нашу родину от нацистских захватчиков, в полной мере проявляют и подсвечивают те человеческие качества, которые должны превалировать. Сложность была в том, чтобы, наверное, выделить какую-то человечность во всем этом, что люди принесли жертву. И нам сегодня стоит быть благодарными и, наверное, не повторять каких-то ошибок. Завершился региональный этап фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Конкурс посвящен 90-й годовщине образования гражданской обороны. Участие приняли более 70 ребят от 7 до 18 лет. Соревновались в изобразительном, литературном, музыкальном, хореографическом и сценическом направлениях. Победители теперь выступят в Москве на всероссийском этапе фестиваля. Проект организован МЧС России и проводится в шестой раз. Он направлен на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Было очень много заявок, более 70 заявок на участие. Жюри по итогам первого этапа отобрало победителей, лучших. Далее будут все эти материалы, направленные для участия во втором этапе. «Рисовал рисунок на пожарную тему. Рисовала с большой душой. Волновалась. Надеялась, что... Ну, не думала, что за ему какое-то место, но очень рада, что заняла второе». Вы смотрели новости о сети. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин